Страну, они сговорились, чтобы забрать у народа последнего. Они хотят украсть будущее у наших детей. Остановим их, освободим Молдову. Наша партия призывает... Смотрю на ролик. ...марш за свободную Молдову. В субботу, 20.00... Призывам на протест. ...сбор в Камрате в 11.00 на улице Ленина, возле автовокзала. В воскресенье 21 мая, север, сбор в Бельсах в 11.00 на площади Индепенденции. Скажем, нет антинародной власти. Все на протест. Привет-привет, ребят. Всем спасибо за приветствование. Вас тоже всех приветствую. Ждем, пока наши все подключатся. Сейчас переговорим. Значит, те, кто уже онлайн, буду благодарен вам за репосты. Так. В Бельске очень активно. Все, видно, смотрели лайв-футбол, те, кто не были на стадионах, хотя трибуны сегодня были заполнены. Я очень переживал вместе со всеми бельчанами и со всеми болельщиками страны, потому что болельщики у нашего клуба есть не только в Бельце. Не только в Бельце, значит, очень переживал, особенно последние несколько минут концовка второго тайма, но слава богу, мы победили 1-0. И Бельце второй год подряд, значит, становится финалистом Кубка Молдовы. В прошлом году мы стали обладателем Кубка Молдова впервые в истории Бельского футбольного клуба «Заря». Значит, по результатам матча Шериф Петеркуб-Хончарть, значит, по результатам пенальти, значит, 5-4 там победил Шериф. Поэтому 25 мая все будем болеть за «Зарю» на Кишиневском стадионе «Зимбру». Поэтому я хочу поблагодарить всех тех, кто вложил свою частичку в эту победу. Я хочу поблагодарить всех игроков футбольного клуба «Заря», весь тренерский состав. Я хочу поблагодарить отдельно Николая Григоришина, который, тем более, что я не присутствую в стране, и Николай занимается практически всеми моментами «Зари». Поэтому вот такая у нас ситуация. Спасибо Бельским болельщикам за поддержку. Спасибо всем болельщикам в стране, кто болели вместе со мной за «Зарю». Ну, теперь будем сражаться в финале. Плюс нам предстоит игра за третье место в национальном чемпионате. Там мы на выезде играем с Шориком. Будет очень сложный матч, потому что матч за третье место. Сегодня мы буквально отстаем на одной шкуре. Есть в спорте такое, что просто иногда не везет. Потому что фактически сегодня там практически нет разницы между Шерифом и Заревой. Хотя мы на четвертом месте, но кто смотрел таблицу, ну, так оно случилось. Ну, будем биться за третье место. Значит, дальше по сегодняшним событиям все видели, какое решение было принято сегодня. Какое решение приняли сегодня внешние партнеры. Значит, как минимум перенесли минимум на один месяц рассмотрение заявки на выделение 100 миллионов евро в Молдову. Плохиш играет в цурки и доиграется. Ну, то, что сегодня все поняли. Значит, и европейцы, и русские. Я очень надеюсь, что в ближайшее время поймут и американцы, что, ну, дальше надеяться и ждать от Плохотнюка каких-то конкретных решений, ну, точно не стоит. И пословица, что Плохотнюк для американцев как чемодан без ручки и нести тяжело, и бросить жалко, ну, не совсем подходит. Мы им найдем новый чемодан, если что, пусть не переживают. Вот такая ситуация. Далее начинаются тревожные звонки с Кишинева. Значит, сегодня все помнят историю с первыми политзаключенными. Это история Николая Цепоча и Корнелла Морару с Единиц. Где у Корнелю Морару, значит, дело находится на рассмотрении в суде. Значит, и сегодня ему уже сделали предложение. Он также является советником в Единицком районе от нашей партии. И сегодня сложилось так, что Корнеллу четко сегодня сказали, что, короче, либо выходишь так же, как примар Русентом Денис, и заявляешь о том, что ты разочаровался в усатом и уходишь из нашей партии, либо мы тебя посадим. Вот такие новости сегодня из Кишинева. Значит, то, что происходит на сегодняшний день в стране, хочу поблагодарить всех наших сторонников, активистов, которые принимали участие в сквере перед парламентом, который прошел в воскресенье. Значит, несмотря на ураган, непогоду, то, что было прекращено железнодорожное сообщение, устраивали массу проблем полицейские по всей стране. Ну, людей для сигнала было более чем достаточно. Мы это все будем продолжать. Но также я говорил, что мы имеем право на свои какие-то инициативы. У гражданского общества есть повестка, есть повестка у всех политических партий. Сегодня, да, всех объединяет идея свергнуть режим Плохотника, который открыто покрывает Додон последние месяцы. Значит, но у нас тоже есть своя повестка, поэтому для тех, кто еще не в курсе, значит, в конце этой недели, а именно 20 мая в субботу в Камрате в 11.00 сбор на улице Ленина возле автовокзала, значит, наша партия приглашает весь юг выйти на марш. Задача этого марша разбудить Молдову, довести всем жителям юга информацию, не ту, которую доносят телеканалы Додона Плохотника, довести реальную картину. Значит, мы четко против избирательной системы, мы против преследования мэров, советников, активистов, членов нашей партии. Мы требуем возвращения миллиарда, прекратить весь этот кукольный театр, который нам показывает Плохотнюк с Додоном. Поэтому в 11.00 в Камрате, значит, я надеюсь, у меня будет возможность выйти live на это мероприятие. Также 21.00, также уже 21.00 мая, воскресенье, значит, мы организуем такой же марш в Бельцах, значит, собираемся на улице Индепенденции, это получается за роддомом, бельчане это знают, но люди увидят. Далее мы последуем на площадь Василия Александрии, где пройдет марш, объединяющий Бельцы и северные города Молдовы. Поэтому я прошу всех наших активистов, всех наших сторонников, всех тех, кто могут присоединиться либо к акции на юге 20.00 в субботу в Камрате в 11.00, либо 11.00 в 21.00 уже в Бельцах, ребят, выходите, мы должны разбудить всю страну, тем более следующий протест гражданского общества заявлен на 28.00 число, и разбудив север и юг, мы дружно сможем потом встретиться в Кишиневе для того, чтобы уже как-то приблизить финал всего того правового беспредела и экономического и социального, который мы в Молдове имеем в течение последних лет. То есть это очень важно, сегодня важно объединиться всем, для того, чтобы ребят поставить точку, потому что не объединившись, ничего не получится. Вы посмотрите, какие байки рассказывают блогеры, Плохотника, Дадона про эту историю, ну просто противно смотреть. Игорь Дадон, смотрю, начал шутить и издеваться над тем, что я сегодня не могу находиться в стране, отправляет этих своих смешных ребят снимать какие-то ролики про то, что Усатова там нет, Бельцах нет, ну, Игорь, Игорь был. Игорь был, Игорь был просто, ну поступил как подонок. Мне очень жаль, что он так себя ведет, мне жаль, что он полностью лег под Плохотнюка, но раньше хоть Плохотнюк вставал там, шел в другую комнату говорить по телефону, шел на кухню выпить кружку компота и Дадон хоть вставал там. Сейчас все, плохих шлек на него, я как бы, ну, просто, просто не сползает. Ну, плюс, понимаете, когда такая ситуация, когда выходит человек, которого мы поддержали стать президентом, который обещал объединить общество сразу после выборов и покончить режимом Плохотнюка в течение нескольких месяцев, выходит на телеканал, значит, оскорбляет тех, которые его поддержали. Ну, тут я соглашусь с тем, что я помню еще из учебников был такой предмет, ноги его застали, природоведение. Значит, когда я четко помню, что куркан, это, знаете, такая птица, которую ненавидят абсолютно все домашние птицы, про диких я вообще комментировать не буду. Поэтому имеем то, что сегодня имеем. Мне неприятно, что сегодня мы должны бороться. Раньше все боролись только с плохишом, а сегодня, ну, получается, что нужно будет, как минимум, не знаю, может быть, пока Плохотнюк спит, попытаться вырвать Додона из-под него. Самое главное, чтобы Додон в это время, когда мы его вырвем, чтобы он себя максимально сохранил. Потому что если мы его вырвем из-под Плохотнюка, Игорь уже будет беременный, ну, как бы, это уже все. Вот такая ситуация. Значит, природоведение мы с вами обсудили, «Марш» обсудили, «Победа Бельская заре» обсудили также. Последний момент хотел вам сообщить. Очень много работы, очень много работы связано с документальным фильмом, который я анонсировал. Вы знаете, огромный объем информации. Я там с некоторыми специалистами там сегодня говорил, он говорит, понимаешь, если будет очень длинный фильм, то, как бы, люди, как бы, длинные смотреть не будут. Вы понимаете, в чем ситуация? Ситуация заключается в том, что есть определенная доказательная база, и сегодня не выкладывать ее все, выкладывать только обрывки. Я боюсь, что многие не поймут, ну, не поймут суть происходящего. Все поймут, что это что-то плохое, но не поймут всю историю. Поэтому с вашего разрешения, значит, фильм немножко затягивается, потому что если в этот фильм запихать все, то я вам скажу, что сериал Рабыни и Заура отдыхает, я имею в виду по количеству серий. Поэтому я максимально пытаюсь все сократить, значит, ввиду того, что на этой неделе у нас марши, значит, на юге и на севере, ввиду того, что 21-го в Басарабяске, значит, всей страной, поздравляем Валентина Чимпаеш и всех жителей Басарабяске, которые боролись за Валентина, значит, мы начинаем там День города, потому что День города, он в один день с Бельцами и Фалештами Дандюшанами, но технически мы не успеваем за один день провести мероприятие, не в состоянии в одном городе, поэтому мы 21-го гуляем в Басарабяске, а уже 22-го Фалештах, Бельцах и Дандюшанах. Поэтому 22-го мы гуляем, и я думаю, что 23-го, максимум 24-го, я не в телевизионном качестве, то есть я не могу, как плохиш, найти на публике там, когда ахает, охает табор, там где-то кончает балакчи, там звонят в плане гармонцов, без таких спецэффектов, у меня будет четко с фактурой, буду показывать в камеру, объяснять и так далее, вот, а потом, если что, будем уже сериал, там, Плаха Ликс запустим, я думаю, что вся страна будет с удовольствием смотреть, ну, потому что людей нужно информировать, многие сегодня находятся в информационном вакууме, понимаете, когда каждый день им вдалбливают байки про светлое будущее, что все преступники, все такие, все сякие, и Плаходнюк со всем режимом, знаете, там, девочки целочки, понимаете, и в эту же компанию залезает Додон, и Додон на телеканал с этой же пропагандой, понимаете, когда, да, есть конфликт с Додоном, из-за его подлого предательства, за то, что пытался выкупать наших людей, за то, что ведет какие-то шуры-муры с Плаходняком против меня, последние месяцы вы все это видели, но сразу, когда Додон стал президентом, значит, по-моему, Диму Чубашенко один раз пригласили на НТВ, и то сомневаюсь, что это было после выборов, когда депутаты парламента от ДПМ, от Плахиша приходят в студию Додона, приходят аналитики Плахотнюка и рассуждают о политике, но ни разу туда не приглашают представителей нашей партии, то есть вы понимаете, ну, просто наглость, понимаете, вот, поэтому Себа и Санатуш, Лидори Молс, а не на Инте, самое главное, ребят, еще раз прошу, делайте, пожалуйста, репосты, мне очень важно, чтобы эта информация дошла до всех граждан страны, значит, подводим итоги, 20 марш за свободную Молдову в 11.00 в Камрате, сбор на улице Ленина возле автобокзала, в 11.00 сбор в Бельцах на улице Индепендиенция.